Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Фильмы, которые вы увидите сегодня, целиком посвящены именно этой теме. Среди них будут два документальных, с героинями которых вы сможете встретиться 7 сентября в прямом эфире и задать им лично свои вопросы. Для этого достаточно 7 сентября прийти к нам на сайт, ссылочку на который вы видите внизу экрана, и под окошком трансляции оставить им сообщение. Лучшие из них мы обязательно озвучим в прямом эфире. Ну а я передаю слово Марии Марьясовой, программному директору нашего фестиваля, которая подробнее расскажет о том, что же вы увидите прямо сейчас. Здравствуйте, в программе нашего показа представлены следующие картины. Вы увидите фильм под названием «Корочка хлебопроизводства» Всероссийского проекта «Жить». Он о маленьком кусочке хлеба, который спас ленинградца во время блокады. Также следующая картина нашего кинопроизводства, она посвящена блокадным рецептам и рассказывает о том, как ленинградцы готовили, казалось бы, несъедобные вещи, чтобы не умереть от голода. И премьера нашего кинопроизводства «Две документальные картины». Наши герои поделятся особыми воспоминаниями о тех чудовищных воспитаниях во время блокады Ленинграда. Мы чтим подвиг каждого ленинградца и желаем вам приятного и полезного просмотра. До новых встреч! Я думала, что из школы, кроме пыли и нервного расстройства, унести ничего нельзя. А это кто в короткой маечке? Я, Ваня, такое же хочу. Двойная согласная фамилия – признак аристократического происхождения. Я очень аристократического происхождения. Учите! Во время блокады уже воспитательница подала мне кусок хлеба, намазанный медом. Я никогда во всю последующую жизнь ни торта, ни пирожные вкуснее не ела. От голода первыми умирают глаза. Взгляд у него был стеклянный. Он уже не моргал. Меня зовут Наталья Сергеевна Кот. Я родилась 2 декабря 1938 года. Детской кровати и коляски у меня не было. Узкая комната, в ней стоит кровать. Около окна круглый стол. Меня пеленали, как куклу. И я спала на круглом столе у окна. Мама попросила квартиру, и тогда мы переехали в соседний дом. Это была коммунальная квартира, но с двумя окнами хорошая комната. Мы с мамой ехали в трамвае. Трамвай остановился не на остановке. Вошла женщина и сказала, война. Папа молодо выглядел, когда пришел мне покупать шапочку пуховую. Продавщицы говорят, иди отсюда, пацан. Какую тебе шапочку для доченьки? Он говорит, у меня есть доченька Наташенька. Я для нее покупаю шапочку. Шапочку это я носила, конечно. Он вот в 20 с лишним лет выглядел лет на 17. Папа Сережа ушел на фронт в первые дни войны. Он был танкистом, он горел в танке. А в ноябре уже пришла похоронка. С детским садом мы пошли гулять. Объявили воздушную тревогу. Нас завели в подвальное помещение. То есть я встала у стенки, а окошечко было наверху над головой. Прижавшись к плотной стенке, я подумала, а что если моя мама за мной больше никогда не придет? Везет меня мамочка на санках в детский сад. Навстречу идет мужчина. Мама говорит, он сейчас упадет. Я повернулась назад и увидела, что мужчина упал лицом вниз. И люди подвигали по карманам, искали карточки. Я спросила, мама, откуда ты знала, что дяденька упадет? Она сказала, от голода первыми умирают глаза. Взгляд у него был стеклянный. Он уже не моргал. Крыс было в городе немерено. Моя мама работала в стадион «Динамо» у нас был там. И туда приезжали на долечье у нее раненые офицеры. А мама сначала на них стирала белье, а потом поступила в столовую. И мы там ночевать оставались, чтобы дома сэкономить дрова. И вот мы легли. В ногах у нас лежал рыжий кот. И вдруг через нас бегут крысы огромные. Крысы поели и ушли. И нас, и кота не тронули. А когда умер мой дед Иван, маме сказали, не ходи, не гляди. В морге крысы объели ему лицо. Страшные воспоминания. Вот я как в него вцепилась. Я его любила очень. Когда к моей маме подошли и сказали, мы вывозим детей. Она сказала, нет. А первый эшелон с детьми по наводке разбомбили. И там остались трупы, инвалиды и сироты. Меня мамочка не отпустила. Моя дочь всегда будет со мной. Умирала она. В 83 года мы жили вместе. Мы во дворе были все очень дружные. Я была разбойница. Я всю жизнь дружила с мальчиками. Я помню первую елочку. На ней у нас висели настоящие яблочки. Райские маленькие яблочки. И прянички в виде уточек. И там бабочек. Игрушечки маленькие висели. А в детском саду пришел Дед Мороз. И нам никаких подарков не давали. Нас в тот день просто очень вкусно накормили. Как-то вкусно и сытно. Это когда сняли блокаду. В коммунальной квартире окно выходило во двор. Если во дворе плакал ребенок, я выпрыгивала, приводила домой, мыла ему личико. И все мы выросли дружные, благополучные. И если только кого-нибудь встречаем в городе, никогда мимо не проходили. После войны завод станков автоматов на Петроградске восстанавливали пленные немцы. И я иду в школу. У меня в передничке в кармане рубль. А он просит. Я достала этот рубль и тоже вложила в ладошку этому пленному немцу. Я сама в тот день осталась без обеда. Это платье с выпускной. Я терпеть не могу. Круглые воротнички. Я терпеть не могу. Бантики на груди. Но мама не спрашивала. Она пошла и купила, какой я могла. Я закончила школу. Мы с подругой решили, что надо жизнь узнать. И пошли устраиваться на работу. Тогда я взяла сборник и стала его листать, куда можно поступить. Наконец открываю. Написано. Учительница начальных классов. А детей я любила всегда. И так я поступила в Некрасовское первоучилище. Я работала учительницей начальных классов. Эти ученики, которых я учила в первом классе, дружат со мной по сей день. Я гуляла у них на свадьбе и нянчила их детей. Объединили после седьмого класса мужскую и женскую школу. Я не боялась эти мужскую школу. Я вам говорила, что мы были очень дружны с мальчиками. В мужской школе мальчики. Значит, семиэтажный дом на Пионерской. Пришла к ним молодая учительница истории. Как говорил Ваня Солнцев. Она им не показалась. Они решили над ней подшутить. Напротив двери, между рамами, поставили голову мальчика худенького. Она вошла, заорала и выскочила. Мальчики во дворе рассказывают. А я им говорю, а я бы не выскочила. Я бы сказала, а что это за скульптуры, как в летнем саду. Замерзнет, пусть оденется. И стала бы вести урок. Доворовые мальчики меня зауважали. И вот потом я пришла в эту школу работать. В восклассе будет хулиган номер один. Саша Романов. Он присылал из армии эту фотографию. А на обрате было написано, в этом ваша заслуга. Я их не просто учила. Я их учила быть дружными, добрыми. Так же, как вот мы во дворе росли. Я их учила такими, как мы были после блокады. И они такими стали, мои ученики. Иначе бы они со мной до сих пор не дружили. Вот нашли свадьбу. Ты глянь, ты глянь. Вот я какая была замужем. Вот. Кудрявая. Муж у меня пилил контрабас. Я один раз была с ним на гастролях и сказала, в артисты не пойду. Никогда. Там такая грязь, это кошмар. Прихожу там, где парни. А у них на столе гитары, ботинки. И да, может, я там порядок. На-то, через полчаса будет то же самое. Смотрите, какой порядок-то? Вот он играл. Квартет будет родный. Второй замуж раз не пойду никогда. Мне хватило восьмид лет на всю оставшуюся жизнь. Хотя он был красивый, высокий музыкант. А какое из явлений я написала о разводе. Прошу развести меня Скотт Германа Николаевича. Так как Энгельс в работе, в происхождении семьи, частной собственности государства сказал, Энгельс сказал, если чувство любви иссякла, развод является благодеянием как для семьи, так и для государства. Спустя много лет познакомилась с мужчиной. Когда он меня пригласил в гости, и вот этот мужчина дал мне адрес немецкой семьи, когда он узнал, что я блокадная, сколько я пережила, и вот эта семья потом посылала мне посылки. Женщина называлась Мэри. У меня было два внука и внучка Любочка. А ее дети были как раз в возрасте моих внуков. И в этой посылке была их одежда, ну, аккуратная, хорошая. И там тоже в чериме были продукты. И мама тоже спрашивает, «Да чего это тебе все шлют и шлют?» Я говорю, «Мать, ты не волнуйся, тебе тоже что-нибудь пришлют». И в следующей посылке прислали теплую жилеточку размером для моей мамы. И когда уже немножко внуки подросли, и мы немножко стали так жить получше, я им всем написала, что я им благодарна за их помощь, и нам присылать больше ничего не надо. И остановила этот поток. Девочки, вот так берем, передаем. Наше печенье не хуже, чем ваше. Вот, Сереженька, молодец! Я периодически про себя говорю. Я, Наталья, я прощаю всех людей, живых и мертвых, которые когда-либо, чем-либо меня обидели. Научитесь всех прощать. Не держите зло, обиды в груди. Вот тогда и будем добрыми. И вокруг нас тоже будет любовь. Любовь – это ключевое слово всей моей жизни. КОНЕЦ Никто не думал про голод. Никто не думал, что он будет таким. Даже по карточкам не всегда удавалось достать еды. Люди стали готовить пищу из окружающих предметов. Это помогало им выжить. Бумагу кипятили 28 часов в серной кислоте. КОНЕЦ Нейтрализовывали все это очищенной содой. Пропускали через мясорубку. Получалась тестообразная масса. В нее добавляли немного муки или крупы. Становилось съедобно. Мы готовили из нее сладкие булочки и котлеты. Желуди очищали и резали на 4-5 частей. Вымачивали двое суток. Затем заливали водой один гум и ставили на огонь. Сливали, как закипит, и пропускали через мясорубку. Потом сушили и мололи на кофейной мельнице. Получалась крупа для каши или мука для лепешек. Мы собирали землю у политехнического института. Там было место, где до войны то ли продукты испорченные закапывали, то ли что-то еще. Но земля там была вкусная, жирная, как творог. Она не хрустела. Мы делали из нее оладьи. Хвойную лапку мыли и отделяли иглы от древесины. Потом разминали и обрабатывали полупроцентным раствором уксусной или лимонной кислоты. И расфасовывали по бутылкам. Иногда и просто заваривали в кипятке. Так мы спасались от цинги и выпадения зубов. Иногда на окнах попадались насекомые. Я их ловил, отрывал крылышки и лапки и отправлял в рот. Эта нехорошая привычка еще долго сохранялась. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лучше брать неокрашенную кожу, промыть и мелко нарезать, а потом залить с вечера водой. Кипятить долго, в той же воде, не менее 2-3 часов. После кипячения добавить крапивы или лебеды. Хорошо еще прибавить немного уксуса. И похлебка готова. Можно есть. Тончайший кусочек хлеба смазывали масляной краской. И клали на плиту. Краска проходила через лепесток хлеба цветными пузырями и слегка дымилась. Лепесток хлеба превращался в масляный твердый сухарь. И его на дольше хватало, чтобы держать за щекой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сто грамм столярного клея замачивают холодной водой. Когда она бухнет, добавляют еще воды и кипятят минут 30. Для отдушки, тухлого запаха, добавить перец или лавровый лист. Потом ставят в холодное место на 3-4 часа. Желе готово. Если есть уксус, полейте им. Но и так вкусно. Иногда в муку для хлеба добавляли опилки. Для большего объема. Тогда мама мочила хлеб кипятком. Опилки всплывали, и она их съедала сама. А все остальное отдавала мне. Обложку для книги резали на мелкие кусочки и клали в воду. Потом отжимали и всыпали немного тертого жмыха. Получали что-то наподобие фарша. Из него лепили котлеты и жарили на буржуйке. Проглотить кусочек такой котлеты было трудно. Но это была единственная еда за день. КОНЕЦ Когда еды совсем не было, мама надрезала свой палец. И давала ребенку кровь. Когда после войны опять наступит равновесие и можно будет все купить, Я куплю кило черного хлеба, кило пряников, пол-литра хлопкового масла. Раскрошу хлеб и пряники. Обильно полью маслом и хорошенько все это разотру и перемешаю. Потом возьму столовую ложку и буду наслаждаться. Наемся до отвала. Потом мы с мамой напекем разных пирожков с мясом, с картошкой, с капустой, с тертой морковью. И потом нажарим картошки и будем кушать румяную шипящую картошку прямо с огня. И мы будем кушать ушки со сметаной и пельмени, и макароны с томатом, и с жареным луком, и горячий, белый, хрустящий корочкой батон, намазанный сливочным маслом, с колбасой или с сыром. Обязательно большой кусок колбасы, чтобы зубы так и утопали во всем этом при откусывании. Мы будем с мамой кушать рассыпчатую гречневую кашу с холодным молоком, а потом ту же кашу, поджаренную на сковородке, с луком, блестящую от избытка масла. Мы, наконец, будем кушать горячие жирные блинчики с вареньем и пухлые толстые оладьи. Боже мой, мы так будем кушать, что самим станет страшно. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Я только себя счастливым считаю, что меня ни разу не ранило. У меня были эти самые небольшие контузии, когда рядом снаряды рвались. В меня ни одна пуля не попала. Так что я очень рада, что ангел-хранитель у меня какой-то есть. Родилась я в городе Ленинграде. Когда я родилась, он назывался Петроград. В 1940 году закончила я школу. И поступила в второй Ленинградский юридический институт имени Калинина. Последний экзамен за первый курс сдали. 22 июня, воскресенье. Собираемся, наша группа, и едем в парк. По радио вдруг мы утром слышим, что в 12 часов дня будет выступать срочным сообщением Молотов. В 12 часов объявляют, что немцы напали на наши границы в 4 часа утра. Покажем пример дисциплины, организованности, самоотверженности, достойных настоящих советских патриотов. Много людей обращаются в военкомат, чтобы их призвали в армию. Было принято решение создать армию из добровольцев. И называлась она «Народное ополчение». Всего было создано 10 дивизий «Народного ополчения». Мы стали 4-й дивизией «Народного ополчения». И я была в 4-м отделении штаба дивизии. Пополнение получали, оформляли, выписывали красноармейские книжки, если они до этого не служили ни в какой части. Но там я была недолго. Затем меня перевели в 330-й стрелковый полк в отделение, в которое загибалась продовольственно-фуражная служба. Получали от старшин рапорта, какое количество продуктов надо выписать для этого, допустим, полка, для этой роты. И потом уже давал этот расчет дам, и мы писали для направления на склад. Воевали в районе, где в Неву впадает река Тосна. Тогда нашу дивизию перебросили на Невский пятачок. Вообще наша дивизия на Невском пятачке воевала очень долго. В 42-м году, в апреле месяце, когда двинулся лед, тогда наш 330-й полк, выходя на Невском пятачке, там погиб. Несколько человек в плен попало, а остальные погибли. И мы командиром дивизии был Андреев. В Ленинградской правде появлялись статьи о том, что Андреевцы воюют. Будьте как Андреевцы. Принимали участие в боях. С октября месяца 41-го года, в конце декабря 41-го года, нас освободили, и стали бы готовиться к прорыву блокады Ленинграда. Во-первых, это все делалось в большом секрете, с тем, чтобы немцы не знали, что мы вот именно в этом месте будем прорывать блокаду. Старшие офицеры дивизии были приглашены в Смольный, и там на картах разучивали наступление по прорыву блокады. Мне говорит начальник, приезжал председатель военного трибунала, интересовался вами, и хотел вас забрать из полка. Он просит, чтобы меня отпустили работать в военный трибунал. Так меня перевели в секретарю военного трибунала. Каждое дело, которое потом рассматривалось, я писала протокол допроса в суде. Поскольку дивизия-то наша из добровольцев состояла, то дел было очень мало. Дела пошли, только когда уже стали освобождатели в городскую область. Были те, которые помогали фашистам и так далее, их уже судили. Мне тогда присвоили уже звание младший лейтенарь. В январе месяце 43-го года было начало пролива блокады. Утром началось наше наступление. Когда кончился артиллерийский обстрел, был залп «Катюш» нам 136-я дивизия. На берег вывела оркестр, они грянули интернационал и бросились в атаку. Вот так было начало прорыва блокады. 18-го числа прорвали блокады после 7-й 2-й боев. Называлась это военная операция «Искра». Говорили, из «Искры разгорится плаве». Это я смотрю, раз, тут погоны и медаль за оборону Минграду. Эту медаль мы получили в «Рощи Тигр» после прорыва блокады вот в январе 43-го года. В 44-м году нас перебросили в район в городе Кушкин 27-го января началась операция, которая называлась «Нева». Ну, таким образом были освобождены Красное село, Кушкин, Гащево, Волосово, до Нарвы дошли, и мы освобождали Эстонию. Наша дивизия воевала за город Тарту. Мы получили название Тартуская 86-я страдковая дивизия. А вот это вот кто? Это муж. Вот он был в дивизии 86-й начальником штаба дивизии. А потом мы с ним встретились в 74-й блокадейской дивизии уже после войны. В 45-м году начались бои по освобождению Восточной Пруссии, Восточной Померании. И так до конца войны вели эти бои, освобождали все помережье Малтийского моря. Я тогда уже служила во второй ударной армии. Меня туда перевели тоже как работник трибунала, секретарем военного трибунала. У нас уже тут начались дела, связанные с немцами в основном. Судили одного немца, у него в имении. Он был богатый, бауэр, как там назывались эти богачи. И у него было в хозяйстве очень много русских рабов. Когда мы это дело слушали, часов в девять утра начали слушать, было полно свидетелей. И уже был, наверное, пятый или шестой час вечера, обычно допрашивали свидетелей. Председательствующий сделал перерыв. Подходит ко мне одна русская женщина, которая только недавно была свидетелем по этому делу. И говорит, разрешите нам его покормить. Я говорю, господи, что же вы о нем так беспокоитесь? Покормить решили? Вы же сами рассказывали, как он над вами издевался. Кормил вместе со свиньями, избивал. А вы, я говорю, сейчас его защищаете. Она говорит, ну вот знаете, все-таки вон человек. Я пошла к председателю и говорю, что вот так и так. Ну там это заседатель, все эти сразу заулыбались и говорит, ну пусть покормят, если она так хочет. Несут ему миску каши и миску кружку молока. И он стал есть. А потом, когда поел, когда вышел в суд, уже стали продолжать судебное заседание, он упал на колени и стал просить прощения у всех. Когда он издевался над ними, тогда он не думал, все заболеться, сделала это миска женщина. Это красивая фотография. Это конец войны. Это в Германии. Вот орден уже я получила. Красные звезды. Да, значит, я уже была в 74-й гвардейской дивизии. вот гвардии знак гвардии где-то. Вспоминаю молодежь, которая была перед войной. Сколько было добровольцев. Все решили пойти воевать с немцами. Современная молодежь тоже есть очень хорошие люди. Большинство это народ, который знает, что он хочет, как жить, как себя вести. Так что я желаю, чтобы у нас было всегда мирное небо над головой. сейчас, если у меня осталась корочка хлеба, грех ее выбросить. Ни за что. Поцелуешь хлебушек, и у меня специальная есть коробочка в холодильник. В следующий раз даем обязательно. в Берет на под ồngхе, м когда война началась, мне было уже 12 лет, я в школу ходила, и не только в школу, а мы миленькая, Вот такие еще были глупые. Мы на поля ходили и патроны собирали. Вот ленинградская поэтесса Ольга Бергольц, она написала. И женщины с мужьями рядом встанут, а дети, дети им потом... Патроны поднесут, и надо всеми нами зацветут старинные знамены Петрограда. Солдаты нас, конечно, всегда ругали. Нечего вам, малышня, под обстрелом шастать. Но всегда благодарили. А еще мы на своих хрупких плечах мы мешки с песками таскали на чердак, чтобы, если упадет бомба, чтобы затушить этим песком. Таскали песок на крыше, а бомбили Ленинград уже вовсю. Каждую ночь мы просыпались от воя сирены, ждали, что вот сегодня бомба точно попадет в наш дом. Сил бежать в бомбоубежище ни у кого не было. Я поднималась на крышу, вроде как дежурила, а на самом деле стояла и молилась «Пусть фашист промахнется!» Но однажды смерть упала совсем рядом. То был настоящий фугас, а не зажигалка. В том доме жила моя одноклассница. Я подумала, что она бы наверняка погибла сейчас, если б неделю назад не умерла от голода. Ни кушать ничего не было, ни воды никакой не было, ни тепла не было. А мороз был, мороз был. 42 градуса. 42 градуса никогда такого мороза не было. А я еще тогда посильнее была. Тетя Маруся привязывала мне. Тетя Маруся привязывала мне ведро к саночкам. И мы ездили на него за водой. Рядом шли такие же женщины и дети с ведрами. Иногда кто-то падал прямо по дороге и уже не поднимался. Я изо всех сил старалась не упасть, обхватив ведро руками и ногами. Ведь дома эту воду ждали мама и Боренька. Они хотели пить. До войны я любила взбегать по лестнице на наш пятый этаж. Но сейчас с ведром воды, которую я едва могла оторвать от земли, этот подъем занял почти час. Лишь бы мама смогла попить. Но я опоздала. У меня был братик Боренька. Вот такой вот. Ему 4 годика было всего. Он уже лежал рядом с мертвой мамой. Лежали мы просто на полу. Подняться было нет сил никуда. Он только промолвил. «Мамочка, миленькая мамочка, дай хоть корочку хлеба». И умер. Вот с какими словами уходили мои родные. Теперь и у меня не осталось сил встать. Я лежала и ждала. Только бы пришла тетя Маруся. Она работала участковым врачом и ходила по квартирам. Проверяла, кто еще жив. Но когда она постучалась в нашу дверь, я не могла даже подать голос. Я испугалась, что она решит, будто нас уже никого нет и уйдет. Она все стучала, а я пыталась ползти к прихожей. Я уже была у двери, когда услышала, как удаляются шаги тети Маруси. На то, чтобы дотянуться до дверной ручки, ушли мои последние силы. Кронштадтский злой, неукротимый ветер, в мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, без сонной ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я лежала в снегу. Мы лежали в снегу. Тетя Маруся совсем обессилела. Я не думала тогда, что умираю. Я думала... Надо согреть тетю Маруся. И тут подошли ребята, двое или трое уже, не помню, положили меня на какую-то деревяшку. Я только промолвила, слава тебе, Господи, на кладбище повезли меня. А они привезли меня к детскому дому. Солдат попросил принять меня и накормить. А в детдоме откуда лишний паёк? И тогда солдат достал свой из кармана, разломил пополам и отдал. А в детский дом наши ребята ленинградские, которые ленинград защищали и воевали, они последнюю паечку хлеба свою вот так вот показали, последнюю паечку делили пополам. Это, говорят, в детский дом, а это нам. Сами голодные ходили, защищали Ленинград. А те, кто в детском доме был, те вот и остались живы. Вот я и осталась жива. Если когда придётся вам побывать в Ленинграде, посетите тогда музей, называется Музей обороны Ленинграда, Ленинграда. И вы увидите. Стоит столик сразу у дверей. А на столике, миленькая, стоят весы. А на этих весах лежат 125 граммов хлеба. Вот вы увидите. Не зря священным даром назван обычный хлеб И тяжкий грех Хотя бы крошку бросить нази. Таким людским страданьем он, Такой большой любовью братской Для нас отныне освящен Наш хлеб насущный, Ленинградский. Субтитры создавал DimaTorzok